Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об очень важной и актуальной теме для освоения Арктики кадры для реализации энергетических проектов. Обеспечение профессиональными высококвалифицированными кадрами – важнейшая задача государства и бизнеса при реализации проектов в Арктике. Уже сегодня Арктика нуждается в десятках тысяч дополнительно квалифицированных специалистов в год. Для безопасного освоения Арктики необходимо создать систему университетов и других средних и высших учебных заведений, способных обеспечить выпуск потребного количества специалистов, в том числе бакалавров и магистров на долгосрочную перспективу. Речь идет о комплексной подготовке специалистов, то есть о выпуске специалистов по геологии и геофизике, поиску, разведке нефтегазовых месторождений на шельфе, специалистов по бурению и заканчиванию скважин на море, обустройству шельфовых месторождений, их разработке и дальнейшей эксплуатации, специалистов по морскому транспорту, включая судоводителей и судомехаников, специалистов по строительству и эксплуатации морских сооружений и сооружений для сжижения природного газа, а также хранения углеводородов, их продуктов, специалистов по управлению комплексными морскими нефтегазовыми проектами, оценке рисков и принятию решений, экономике комплексных морских международных проектов. В настоящее время система образования России сталкивается с рядом вызовов. Прежде всего, отсутствие необходимого числа специалистов соответствующего уровня, необходимых для эффективного и безопасного освоения ресурсов арктического шельфа северо-западного региона России. И второе, отсутствие достаточного числа специализированных учебных заведений страны и специализированных кафедр в уже существующих учебных заведениях, способных обеспечить подготовку потребного числа специалистов заданного уровня. Речь идет не только о специалистах с высшим образованием. Ежегодная дополнительная потребность в кадрах со средним профессиональным образованием в целом по арктической зоне составляет от 20 до 30 тысяч человек. Требуются такие специалисты, как судоводители, буровики, строители, высококвалифицированные сварщики, судоремонтники, машинисты спецтехники, электрики, сантехники, водители самосвалов, механики. Если говорить о шельфе северных морей, то там должны работать специалисты, обладающие уникальной квалификацией, потому что жиженный газ и нефть больше нигде в мире не перевозят во льдах. Перевозка жиженного газа требует практически космических технологий, нужна криогенная техника. Газ перевозят на судах при температуре порядка минус 160 градусов. Работа с такой техникой требует высочайшего уровня образования. При этом должна быть очень высокой квалификации судоводителей, поскольку ответственность при осуществлении перевозок газа крайне высока. Прежде чем начать подготовку таких специалистов, необходимо начать готовить преподавателей, нужны учебные суда, а это огромные вложения. Сегодня в нашем профессиональном словаре появились такие понятия как интеллектуальное месторождение и интеллектуальная скважина. Уже сейчас существует 40 действующих интеллектуальных месторождений в Российской Федерации, которые продуцируют 27 процентов общего объема добычи. Многие энергетические корпорации взяли курс на цифровизацию своей деятельности. Создаются цифровые двойники. Геологические решения принимаются на основе множества получаемых данных. На месторождениях уже работают беспилотные летательные аппараты, роботизированные буровые установки и подводные добычные комплексы, которые обеспечивают добычу нефти и газа без непосредственного присутствия человека. Не менее важным вызовом, чем подготовкой персонала для работы на шельфе и в мировом океане, становится проблема подготовки научных кадров и преподавателей для высшей школы по всем названным выше задачам, включая подготовку специалистов по подводным технологиям, технологиям сжижения природного газа и ряда других направлений, необходимых для освоения современных методик подготовки персонала, обеспечивающие освоение ресурсов шельфа и мирового океана. Нужны эксперты, кандидаты и доктора наук, которые будут готовить будущих специалистов для освоения Арктики. Иными словами, нам нужно сначала подготовить преподавателей, способных готовить высококвалифицированный персонал. Опыт развитых морских держав показывает, что освоение морских месторождений, углеводородных ресурсов потребовало не только привлечения новых технологий, но, что принципиально важно, привлечение и создание новых учебных центров, университетов, центров подготовки и переподготовки, соответствующим набором новых методик обучения и переподготовки кадров для работы в море. В настоящее время перед Россией возникла задача присутствия в Мировом океане и на собственном шельфе не только с целью соответствия ведущим мировым странам в вопросах освоения ресурсов, но и с целью независимого экономического развития и проведения собственной технологической политики, что является признаком высокоразвитого государства. Сформулированный вопрос, кто придет в Мировой океан, сразу ставит задачу отечественного кадрового обеспечения, способного, во-первых, развивать и осваивать новые морские, нефтегазовые и океанические технологии, а во-вторых, эксплуатировать созданные технические устройства с необходимым уровнем надежности и безопасности всех работ в море, включая, безусловно, экологическую безопасность. Важно принять во внимание, что предстоящие задачи освоения шельфа и минеральных ресурсов океана, судя по всему, будут происходить практически одновременно, что ставит перед высшей школой задачу подготовки кадров как для освоения месторождения углеводородов, так и для освоения твердых полезных ископаемых мирового океана. Разработка и создание новых технологий добычи океанических рудных запасов имеет двоякую ценность. Во-первых, это всегда технологии хай-тек, которые, по сути, являются самоценными, поскольку представляют собой ликвидный товар на мировом рынке технологий. Во-вторых, разработка таких технологий приведет к изменению инженерной культуры в стране. К настоящему времени во всем мире сложилась ситуация, когда получение высшего образования не гарантирует дальнейшего трудоустройства на престижную работу, со стабильным заработком, перспективным карьерного роста и социальным обеспечением. Иными словами, сегодня недостаточно одного лишь диплома о высшем образовании, чтобы считаться профессионалом и быть востребованным на рынке труда. Нужны реальные знания, компетенции, которые возможно получить только в серьезном вузе, обучаясь на современной магистрской программе, сформированной с учетом реальных требований экономики. Все это говорит о тех вызовах, которые стоят перед будущими выпускниками руководителями отрасли. Перед современным выпускником стоит задача выработки новых управленческих решений, позволяющих обеспечить стабильное и сбалансированное развитие нефтегазового комплекса нашей страны. Наряду с технической подготовкой будущих инженеров по освоению морских водоводородных месторождений, значимую роль занимает необходимость подготовки кадров для освоения шельфа в области экономики и управления. Отрасль является потенциальным загрязнителем окружающей среды, и исходя из этого наблюдается потребность специалистов с комплексными знаниями экономики, управления и экологии. Необходимо наличие системного мышления, знания сразу в нескольких взаимосвязанных сферах деятельности, современных технологий, умения использовать их в своей работе. В настоящее время в связи с предстоящими работами на шельфе Арктики в арктических регионах наблюдается формирование морских нефтегазовых кластеров, существует развитая инфраструктура, способствующая развитию нефтегазовой отрасли, энергетическая система, научные центры, проводящие геологические работы, разветвленные по всей территории области транспортные сети, что также требует от молодых специалистов знаний и в области логистики. Другой важной особенностью подготовки специалистов для освоения природных ресурсов Арктики с точки зрения экономики и управления является стремление индустриально развитых мировых держав к максимально полному использованию ресурсов, комплексной переработке сырья. В этом случае молодой специалист должен обладать знаниями в области организации и технологии производства, уметь решать интегрированные проблемы предприятия. С этой целью необходимо привлекать к преподаванию специалистов конкретных предприятий, расположенных в регионе, технология которых будет служить базовым примером для усвоения технологического процесса и организации производства. Молодой специалист должен быть вооружен современными знаниями специфики и закономерностей технологии и экономики комбинированных комплексных многономенклатурных производств, чтобы успешно решать поставленные перед ним задачи. В результате обобщения всех требований можно отметить, что современный менеджер нефтегазовой отрасли должен решать необычную, ранее не встречающуюся экономическую, техническую и организационную проблему. Современному молодому покорителю Арктики уже недостаточно одного образования. Часто требуется два высших образования. Иными словами, сегодня наблюдается тренд получения дуального образования. Таким образом, подготовка собственных специалистов для работы на шельфе и в последующем в Мировом океане должна стать неотъемлемой частью устойчивого развития страны и гарантом обеспечения ее энергетической и технологической независимости. В качестве одного из примеров эффективных вузов, готовящих сегодня высококвалифицированные кадры для развития Арктики, можно привести Мурманский государственный технический университет. Его выпускники сегодня востребованы во многих российских и международных проектах. Университет превращается в высокотехнологичный центр арктических компетенций. Сегодня в университете происходит кардинальная перезагрузка. Совместно с энергетическими компаниями реализуется целый ряд уникальных образовательных программ, позволяющих студентам получить необходимое образование с практически гарантированным трудоустройством. Молодой человек может иметь возможность не уезжать из региона. Решение кадровых проблем является приоритетной задачей государства, связанной с развитием арктического макрорегиона. Людям, приехавшим работать в Арктику, необходимо обеспечить комфортную жизнь и безопасность. На севере жить и учиться. Образование – лучший капитал.